Что такое новый спрут СДМ-1? Убийца танков, леопард или бесполезная игрушка? Можно ли называть спрут лёгким танком или это просто пушка рапира, поставленная на гусеницы? Насколько спрут поможет российской армии на поле боя? Как его можно использовать? Об этом и многом другом расскажу в этом видео. Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Игорь Таланцев и это канал Политика Просто. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и не забывайте поддерживать канал материально. Ссылки на реквизиты под роликом. Спасибо, продолжаем. Россия приняла на вооружение убийцу леопардов и абрамсов. И это не преувеличение. Ну или если это и преувеличение, то совсем небольшое. Скоро в серийное производство пойдёт самоходная противотанковая пушка спрут СДМ-1. Это лёгкий танк для ВДВ, правда без брони. Если, конечно, машину без брони можно вообще назвать танком. Однако пушка спрута чуть-чуть превосходит даже основное орудие танка Т-90М «Прорыв». Испытания противотанковой пушки 2С-25М прошли успешно. Теперь осталось произвести её в товарных количествах. И за этим дело не встанет. Дмитрий Медведев обещал. А мы ему верим. Более того, уже сейчас Министерство обороны обсуждает с промышленниками серийный выпуск. Заводы, не заняты на производство 1500 танков в год, рапортуют о своих возможностях. Главный кандидат на создание спрута СДМ-1 это Курган-Машзавод. Завод имеет солидную историю. Его построили в 50-х годах. Располагается он в городе Курганской области. Город Курган основал русский крестьянин Тимофей Невежин. По высочайшему указу светловикой императрицы Екатерины Великой, поселению в 1782 году присвоен статус города. Но давайте вернёмся к пушке. Спрута можно смело называть и лёгким танком, и противотанковой пушкой. По сути, это лёгкая броня и могущественное оружие. Как я уже сказал, орудие нашего лучшего серийного танка Т-90М «Прорыв» немножечко, но уступает орудию спрута 2С-25М. Лёгкий танк передвигается, естественно, на гусеничном ходу, так что у него отличнейшая проходимость. Лёгкий танк не имеет аналогов в мире, и это почти не преувеличение. Такое уникальное сочетание, как корпус от БМД-4М и гладкосвольная почти мэйд-ин Т-90 пушка не каждому дано. Между прочим, машину хотел всеми правдами и неправдами принять на вооружение ВДВ генерал-полковник Шаманов. И этим всё сказано. Благодаря тому, что все компоненты техники уже давно выпускаются, ремонтировать серийно и производить спрут не составит труда. Эксперты в восторге от нашего нового лёгкого танка. Зенитная пулемётная установка 7,62 мм. Наконец-то управляется дистанционно. То есть бедному стрелку не нужно вылезать наверх и поставлять себя под пули и осколки противника. Машина прекрасно подходит для десанта. 40 снарядов в боекомплекте — это круто! Причём спрут умеет запускать управляемые ракеты. В итоге российская армия получает лёгкую машину в 18 тонн с орудия от прорыва. Называть её лёгким танком можно, но всё же её основная функция — уничтожение танков противника. По сути, это самоходная противотанковая пушка, сокращённо СПТП. Такой танк легко выдержит удары шрапнели, пулемёта и малокалиберных пушек. Но не более. При появлении танков спрут окопается и замаскируется, а потом нанесёт удар. У пушки есть все шансы вывести танк противника из строя с первого раза. Система управления огнём танка позволяет бить по противнику с высокой точностью. Важно, что спрут умеет преодолевать водные преграды и выходить на неподготовленный берег. То есть его можно использовать для форсирования рек. Спрут СД начали разрабатывать в 80-х годах. В нулевые годы его запустили в серийное производство. Недавно модернизированная техника получила новый двигатель, теплотивилизионный прицел и систему управления огнём. Последнее позволяет быстро обнаружить, распознать и уничтожить цель как на месте, так и в движении. Современные средства связи интегрированы в единую систему управления тактического звена. ВДВ получает полноценную современную противотанковую пушку. Теперь у десанта есть, чем встретить любого противника на поле боя. Аналогов у Спрута нет, только он может десантироваться с кораблей и самолётов, а также преодолевать водные преграды. Впрочем, любое подразделение, не только ВДВ, сможет использовать новую самоходную противотанковую пушку. Хотелось бы подчеркнуть, в реальном бою десанту и обычным частям часто нужна поддержка тяжёлого танкового снаряда, причём прямой наводкой на максимальных дистанциях. И вот с этим Спрут справится на пятёрочку. Он выстрелит на дальности 5 километров и скроется в тень, чтобы не подвергать себя опасности. Всё же нормальной брони у самоходки нет, да и не может быть. Осталось сказать, что Спрут поможет снести дом или уничтожить танк из засады. Так что в СРФ получили уникальное СПТП для засад. По сути, это пушка рапира, поставленная на гусеницы. Причём у Спрута есть бронебойные снаряды, которые быстро положат на лопатки любые западные танки, в том числе леопарды. В общем, время покажет, насколько это уникальное оружие и нужно ли оно вообще кому-то в российской армии. Посмотрим.